Мы поняли, что мы терпим большие убытки в связи с тем, что количество рекламодателей значительно сократилось. На ютюбе мы начали больше работать. Это здорово. Вот так вот какие-то проблемы помогают решать другие проблемы, перешагивать через них. Они не умыли руки и не бросили свои издания. Хотя в пандемию везде, по всей стране появились эти настроения. Мол, каждый сам за себя. Какой тут командный дух. Но если редакция не команда, долго не продержится. Районные газеты Ленинградской области на плаву, хотя в период ковид-кризиса оказались на краю гибели. До пандемии в регионе действовало около 40 СМИ. Многие старались сохранить свой бумажный вариант. Это и традиции, и ностальгия. И вообще, они первыми были. И радио, и телевидение от них пошло. Почти все каноны жанров забрали у бумажных пранцов. Вот так создается тираж Волховских огней. А другая муниципальная газета, провинция Северо-Запад, печатается в Петербурге. 10 тысяч экземпляров расходятся по торговым центрам и разным учреждениям, чтобы всегда быть в доступе для читателя. Пандемия едва не отняла у издания все. Большая часть редакции быстро перешла на удаленку. Мы не потеряли ни одного бойца. И даже напротив, редакция Волховской городской телерадиокомпании объединенная. У нас, кроме газеты, есть радио Волхов, ВФМ и телеканал ПРО-ТВ. И в период пандемии штат пополнился молодыми кадрами. Тогда районная администрация помогла занять полки в сетевых магазинах. А вот в сеть интернет погрузилась сама провинция Северо-Запад. Справились, потому что журналисты смогли перестроиться на новый формат. Их коллеги из Тоснинского вестника поступили так же. Первые три недели пандемии мы плотно работали из дома, то есть на удаленке. Было поначалу непривычно. Тоснинский вестник появился еще в 1931 году, как издание «Ленинское знамя». Сегодня они уже не называют себя газетой. Просто СМИ, у которого есть читатель как бумажного экземпляра, так и сетевого. В пандемию с рекламой, правда, начались жесткие перебои. Мы поняли, что у нас есть оборудование, и мы можем организовать такую мини-полиграфию. И с помощью уже имеющегося оборудования мы можем заработать определенные деньги. Они ушли в соцсети. Их считают жители не только Тосно, вся Ленобласть. Сейчас у районных газет остается еще одна надежда на помощь – субсидии от государства. СМИ вошли в перечень учреждений, особенно пострадавших от пандемии. А это значит, что мы получим субсидии, которые станут для нас большим подспорьем и помогут сгладить все то, что мы предпринимали для выживания и сохранения коллектива. Продолжение следует...